друзья всех приветствую дней 5 назад на наше зернохранилище было совершено дерзкое нападение сожалению видео где я все это заснял было по ошибке удалено значит суть в чем вопроса приехал я привез комбикорм хотел его сюда убрать и сначала заметил такую картину здесь у меня стоял мешок кукурузы он был надорван здесь вот лежала кучка зерна и мышиное говно ну то бишь получается что сюда пробралась мышка по всей видимости вот через это вот отверстие в двери и поджирала у меня кукурузу ну как бы я посчитал что это ничего страшного и кот справится с этой проблемой но главный сюрприз меня ожидал вот здесь в этом месте у меня стояли мешки 6 мешков там ячмень кукуруза и пшеница и из шести мешков три мешка было разорвано и большие кучи зерна соответственно были высыпаны на пол я начал смотреть откуда могла прийти это зараза и вот в стене в этой увидел ход в кирпичной кладке но там кладка одно название в общем и стены был сделан лаз так скажем через который ходила крыса и в итоге я потом обнаружил в стене логово этого коварного животного о чем расскажу в этом видео и как мы с этой проблемой поборолись тоже я расскажу в этом видео приятного просмотра вот смотрите по всей видимости я расковырял гнездо в стене крысиная вот здесь нагрызан нагрызана пеномонтажная какие-то куски целлофана в общем похоже тут у нас в стене жили животные предыстория этой комнаты где я храню зерно такая значит здесь стоял стояла печь кирпичная которая топила все это здание здесь ну котельная грубо говоря расширительные баки тут короче большая здравущая печь была кирпичная в плохом состоянии я ее разобрал здесь залил стяжку и вот почему-то кусок такой оставил не не помню с каких соображений в общем надо было сразу выбирать и здесь штукатурить все сейчас я это разбираю до залью наверное бетоном вот этот вот кусочек в кирпич пола и буду штукатурить забрасывать цементно-песчаным раствором вот этот открытый кусок чтобы никаких щелей не было конечно крысы захочет погрызет все это хозяйство но тогда будем более кардинально как-то решать этот вопрос будем думать сейчас времени нет я пока ограничусь вот такими мероприятиями вот такая красотища смотрите да вот эта кладочка я понимаю вот как кто мог сделать дымоход из печи через стену несущую без какого-то калибра там я не знаю трубы какой-то асбестово еще чё-то ну короче вот она тут прям от одного взгляда разваливается стукаторка просто так отваливается кому-то цемент был нужнее дома его просто тупо вот видите да просто не стали класть так посолили немножко песочек нормально не себе же строим государственные ничего страшного но все равно 64 года постройка 1900 стоит какой-то умный дядька говорил что наличие цемента в песчаном растворе на который кирпич кладут не сильно упрощает конструкцию не знаю шутил он или серьезно но вот здесь явный пример когда цементика скажем так положили немного в раствор но здание стоит да там трещина есть но пока на вас не упала надеюсь что и не упадет по-хорошему здесь надо сетку какую-то крепите на нее уже набрасывать но я попробую так в принципе я делаю уже в одном месте держится нормально чтобы накидаю первым слоем а вторым слоем посмотрю может чуть-чуть подровняю потому что все равно здесь будет зашиваться скорее всего чем-то не главное вот эти вот щели все заделать а там уже видно будет потом со временем смотрите что получилось значит тут я почистил все как мог здесь у нас вот такая ниша не пойми с чего сейчас я достал бетономешалку значит залью в уровень с полом вот эту нишу выровняю пол и оставлю до завтра завтра возможно поставлю опалку какую-то здесь на всем простенькую и долью вот эту вот часть и дальше уже наверное буду закидывать просто шубой а там посмотрим сюда кирпич вложу на раствор в общем будем смотреть сейчас мне нужно залить вот этот вот кусок пола чтобы он стал до завтрашнего утра я мог дальше продолжить работать где-то у меня здесь помощники это были вот у меня здесь смотрите целая бригада работает вот прораб и двое двое на бетонных работах сейчас они мне будут здесь вот в этой бетономешалки раствор месите надеюсь погодка прям как по заказу дождь фигачит полным кодом ну ладно на принципе один заметок и сделать помыть бетономешалку и до завтра иди домой дубина сейчас замешаем зальем разровняем и до завтра замесил много бетона и пришлось сразу ставить опалубку не хотел я так делать потому что может выпереть снизу вот этот уровень у меня уйдет и будет выше основного пола но без вариантов я что-то много очень сделал в общем пришлось поставить вот так кусок фанеры и заполнить вот остатками бетона надеюсь что ее не выбрать потому что видите я просто бочкой потверли мешком комбикорм и сюда поставить ничего не могу потому что здесь залито кусок стяжки пола ну ладно здесь как бы у нас цели ты какие все загерметизировать чтобы никто не прогрыз все оставляю я на следующего дня в таком виде посмотрим что завтра получится я еще думаю что к ты здесь свои следы оставят они у нас вот они но ничего страшного переживем день 2 смотрим что получилось но в принципе нормально опалубка не разъехалась ничего ничего не выдавила пойдет сейчас будем замешивать раствор следующую пара партию и накидывать на стену вот на сегодня первый и последний замес это все что у меня есть на замазку стены так как цемент я последний досыпал был вот в этом мешке здесь получилось от вместе с пенетроном меньше ведра это на цемент на 100 основе штука я ее тоже засыпал тут немножко было у меня вот сыпанул то есть получилось на меньше ведра и три ведра песка я сделал не знаю хватит нет посмотрим но в любом случае больше нет и специально я не поеду за цементом в город за одним мешком смысла нет кстати опалубку которую я вчера прямо буквально схватил это кронштейн для ниппельных поилок в курятник для несушек я его отмыл так что с ним нормально не сильно я его испачкал я думаю переживет добавил немного фэри раствор и вот вижу что он получился жидкий ну ладно сейчас посмотрим если что немножко песка добавлю в принципе для липов я думаю и ничего под пойдет так ну вот так у нас получается размазывать мне приходится все таки шпателем липухи вот такие вот накидывать шубой не выйдет так как у меня мало раствора и приходится так вот довольно таки тонким слоем но где не нужно толстый да и размазывать вот в общем перед тем как набрасывать вот эти шлепки цементно-песчаные нужно обязательно смочить кирпич чтобы лучше было приставание адгезия как говорится вот но все общем продолжаем раствора вот я не знаю может и не хватит на все и что у нас там елена викторовна окна решила помыть почти морозы уже на окна мой что делаешь да ты аккуратнее мою этого замазку то низ не сдирай но она пену защищает но видно некачественная замазка или кривые руки у кого-то давай что-то показывай что тут шебуршишь пульверизатор все автоматически механизировано знаешь как это называется когда работал на стройке значит это называется средство малой механизации да давай в москве так окна не помоешь так он там в одном месте меняет герметик отходит на пену не видно самое главное я специально над уксусной кислотой и обрызгают что там не заводилась какая-то гадость где там продуманная какая жена у меня ладно все понятно с тобой ладно все ясно с тобой вот делаю вот так накидал лепухами и потом размазал так вот у нас что получилось в итоге замазали мы все дырки все щели вот не так это красиво выглядит как хотелось бы да но вот ограничено у меня раствор был и в общем то мне все равно это все будет закрываться я еще раз повторю здесь будет какая-то отделка внутренняя по обрешетке вот потому что другого варианта здесь штукатурить вот эти вот кривые стены это просто можно умереть а эти штукатурка держать держаться не будет то что они покрашены сетка деньги в общем геморрой вот обрешетка будет утепляется будет изнутри что неправильно сразу говорю но такая такие здесь условия этого старого строения нашего из и снаружи я не могу утеплиться пока по крайней мере так что будем здесь вот обрешетку колотить и утепляться изнутри вот все это закроется и ничего видно не будет главное чтобы не попадали грызуны сюда и не дуло сильно вот значит обычно я обрешетку вставлю здесь от направляющих гипсокартону 27 там или 50 здесь чтобы сохранить пространство полезное 27 можно поставить вертикальные стойки вот эти вот гипсокартоновые крепежи для стоек да как они подвесы не подвеса называется вот и все и листовой материал так что по такой схеме будем делать здесь осталось у нас проблемку с этим поросенком не поросенком а мышкой на вот он залезает мышка какая-то и видите кукурузку есть подъедала какашки вот оставлены свидетельство так скажем вот пролезает через эту дырку вот я показывал эту проблему мы пока будем решать с помощью ночного дежурства котов вот если кардинально то нужно конечно вот ставить эту дверь которая есть уже вот она есть эта дверка нету времени поставить времени нет вообще бой на небо не не доделаны металлолом там надо сдавать в общем уборка территории по перед зимой короче говоря к инкубаторные комнаты цыплята сейчас лупится брудер там надо пересаживать капец в общем я побежал заниматься дальше делами об этом увлекательном мероприятии да по заделке дыр в стенах мы завершим наш рассказ подписывайтесь на канал ставьте лайки или дизлайки комментируйте всем пока всем всего хорошего